Здравствуйте, Киргизия, Киргизия. Очень рад Вас видеть. Сердечно приветствую Вас, Ваше Превосходительство, Алмазбек Чаршенович. Я очень рад приветствовать Вас от имени Русской Православной Церкви, в центре нашей Церкви, как президента дружественной страны, с которой связаны долгие годы совместной жизни в едином государстве. Сейчас Киргизия – это суверенное государство, которое прошло трудными путями своего государственного строительства. Мы знаем, что было много горя и страданий. И с избранием Вас на пост президента, я думаю, киргизский народ, и не только киргизский народ, но и мы связываем стабилизацию положения в Вашей стране, укрепление межнациональных отношений, межрелигиозных отношений. Должен сказать, что в самое трудное время, когда Киргизию постигли вот эти большие межнациональные конфликты, Православная Церковь, которая исторически присутствует в Киргизии, которая является традиционной для Киргизии, активно в лице своих священнослужителей помогала людям, защищала дома от разграбления, иногда прятали людей с тем, чтобы сохранить их жизнь, распределяли какую-то помощь, которую мы посылали. И вот в те самые трудные времена еще раз мы почувствовали, насколько глубоки и прочные отношения православных людей и мусульман, которые живут в Киргизии. Это две традиционные религии. И поэтому мы считаем, что одной из задач вновь созданной епархии на территории Киргизии будет развитие межрелигиозного диалога и сотрудничества, которое должно отобразиться в стабилизации положения в киргизском обществе, в укреплении единства народного. Я хотел бы вас заверить в том, что Русская Православная Церковь будет все делать для того, чтобы укреплялся межрелигиозный мир, межэтнический мир в Киргизии, и с тем, чтобы действительно Киргизия обрела спокойствие, а вместе со спокойствием экономическое и духовное процветание. Я хотел бы сердечно этими словами вас приветствовать еще раз и пожелать помощи Божией вам в том высоком служении, которому вас призвал киргизский народ в один из самых сложных моментов в своей исторической жизни. Спасибо большое, ваше святейшество. Я очень благодарен вам за теплый прием, за теплую беседу, которую мы имели один на один. Конечно же, это одна из двух традиционных религий православия в Кыргызстане. Я считаю, что развитие православия в Кыргызстане поможет нам остановить отъезд русскоязычного населения во многом послужит укреплению Кыргызстана и в политическом плане, и в экономическом плане. И поэтому хочу вас заверить, что президент Кыргызстана, народ Кыргызстана за то, чтобы вот эти связи укреплялись, стали еще крепче. Потому что у нас общее прошлое, общее прошлое. И сегодня, когда мы открывали память нашему легендарному предку, великому Манасу в Москве, я говорил о том, что Манасу – это выходец из Алтайского края, уровень из Алтайского края, этнический россиянин. То есть у нас общие корни, общая история. И, конечно же, я думаю, обязательно будет общее будущее. И я, как президент, могу сказать, что мы будем помогать в развитии этих отношений. И не зря я с радостью приехал к вам, пообщался с вами. Я думаю, мы развитие этих отношений между традиционными религиями в Кыргызстане, между властями Кыргызстана и представителями традиционных религий, мы это выведем на совершенно другой уровень. И, к сожалению, сегодня мы видим случаи, когда нет должной заботы, нет должной поддержки тем или иным проблемам церкви в Кыргызстане, традиционным религиям в Кыргызстане, будь это ислам, будь это церкви. Я думаю, теперь все будет по-другому. Смею вас в этом заверить. И очень благодарен вам. Да, теплый прием еще раз. Спасибо огромное. Ваше святительство. Благодарю вас. Я хотел бы выразить особое удовлетворение в связи с тем, как началась работа, начался пастырский труд Преосвященного Феодосия, первого епископа Кыргызстанской епархии. Поблагодарить вас за содействие. Владыка Викентий докладывает мне регулярно о положении дел. И я радуюсь тому, что все вопросы, которые стоят на повестке дня, спокойно и доброжелательно решаются. И дай Бог, чтобы и в будущем по возрастающей развивались эти отношения. Но а церковь православная всегда со своим народом. Это органическая часть народной жизни. В Кыргызии две таких традиционных религии, традиционный ислам и православие. Я глубоко убежден в том, что верующие, искренне верующие в Бога люди будут все делать для того, чтобы укреплять мир, сотрудничество, взаимопонимание друг с другом во благо Кыргызского Отечества. Субтитры создавал DimaTorzok